В северо-казахстанской области жители села Якорь вынуждены продавать домашний скот из-за проблем с водоснабжением. Выращивать овощи у многих сельчан тоже нет возможности, нечем поливать. Из-за старых изношенных труб в поселке воду подают со слабым напором и строго по часам. Как долго это будет еще длиться, выясняла Нургуля Ахметова. В селе Якорь живут больше 2000 человек. Центральное водоснабжение подведено к большинству домов. Но жители здесь испытывают дефицит живительной влаги, потому что подают ее строго по часам, а на некоторые улицы она и вовсе не доходит. Вот у меня муж умер. 13 мая было 40 дней, и мне негде было взять воды и помыть посуду. Понимаете, я, которая с бочки, вот еще дождик был до этого, с бочки набрала воду и мыла посуду. Вот представляете как? Жители Якоря вынуждены экономить каждую каплю воды. Ее дают по расписанию, а напор очень слабы, говорят сельчане. И за три часа наполнить все емкости удается не всегда. Собирала по капельке, вот месяц не стирано было у меня. Вот собирала воду и все не постирала. Вот так вот и стираешь. И пьешь в магазине, покупаем воду. 400 тенге отдаем за бутыль пятилитровую. На грядку надо минимум 30-40 литров в день. На одну грядочку. А сколько мне надо ждать это? Если одно ведро, одно, вот я вчера набирал, сколько? Минуты где-то 3,5 я набирал. Вот так. У меня еще идет вода, а у многих это нету. Вообще нету. Да, и вода очень плохого качества. Она цветом, как персиковый сок. Из-за проблем с водоснабжением жители поселка уже не рискуют. Заниматься огородничеством, нечем поливать. От домашнего скота тоже приходится избавляться. Наталья Башко живет на улице Новой. Тут вода появляется раз в неделю, говорит сельчанка. Продаем скот, избавляемся, потому что с такой подачей воды даже животных напоить элементарно нечем. Тем более, что у нас нет пастуха. То есть скотина стоит дома. А это, сами понимаете, это вообще не выход. Так как вот у нас, например, было большое количество хозяйства. А в данный момент уже практически большая часть продана. К качеству воды у жителей тоже есть претензии. Говорят, пахнет хлором, а цвет зачастую желто-коричневый. Пить такую многие не рискуют, покупают в магазине. Для сельчан это накладно, но выхода нет. Аким округа объясняет дело в старых изношенных трубах. Разводящие сети здесь были построены еще в 70-е годы. Если сделать напор посильнее, начнутся порывы. Если сейчас он, получается, откроет, как говорится, целыми сутками, этот будет порывы 1, 2, 3. Потом вообще не будет во всей деревне. Пока они не устранят эти порывы, деревни воды не будет. В этом году сделана смета ПСД. Она готова, находится на экспертизе. Как экспертиза все пройдет, будут проводиться ремонтные работы. Ремонт внутрипоселковых разводящих сетей. Ремонт внутрипоселковых сетей обойдется бюджету в 475 миллионов тенге. Когда начнутся работы, еще неизвестно, как быть с водой. Пока жители и местные исполнительные органы планируют обсудить в ближайшее время на сходе. Нурбуд Ахметов, Толеген Иманов, Хабар-24, Североказахстанская область.